Итак, сегодня мы с вами поговорим о такой довольно серьезной, но довольно древней теме, как сам Android и даже как все мобильные приложения, о гео-андроид приложениях. Здесь будут затронуты как аспекты выбора фреймворка или библиотеки для того, чтобы построить или пропатчить ваше приложение. Также мы немножечко поговорим о кейсах, которые уже существуют, а также о кейсах, которых очень сильно не хватает на рынке. Может быть кому-то что-то приглянется, вы что-то такое пойдете и выложите завтра в маркет. В общем, посмотрим. Итак, немножечко о себе. Сам я не являюсь, так сказать, чистым Android-разработчиком. На самом деле я так или иначе работаю с различными данными. Просто так случилось, что довольно большое количество времени назад мне стали поступать данные для анализа не только с веба, но и с мобильных устройств. Они немножко отличались. Отличались они очень сильно и хорошо в лучшую сторону. Самое главное, что у них были такие вкусные вещи, как геолокационные метки, то есть широта и долгота, которые позволяли вносить очень интересный фактор как для анализа, так и для какого-то ранжирования данных. И все это, не знаю, повлекло меня, условно говоря, в сторону Android. И я, естественно, образом пришел к работе с картографическими фреймворками, изучению их API и так далее и тому подобное. На самом деле я из всего Android или iOS или Windows Phone я не делал какого-то серьезного разделения. Мне нравятся, как люди, которые создают эти фреймворки, имплементируют их под все платформы. Поэтому какого-то хейтерства в сторону других платформ вы сегодня не услышите. Но преимущественно я буду рассказывать именно о ситуации на платформе Android. Итак, немножечко о картографии. Я хочу сегодня вас завлечь немножко в картографическую тему. Но я думаю, если вы сегодня здесь, вы все немножечко в это влюблены, иначе вы все этим не занимались. Вообще, карты сами по себе могут быть очень старыми. Иногда вам нужно в своих приложениях поработать с какими-то эмуляциями старого кейса. Чем хороши старинные карты? Да дело в том, что старинные карты были тем самым прообразом настоящих мобильных многослойных приложений. Например, если брать карты 13 века, на них были сразу все слои. И слой аналогичный нашей Википедии, то есть какие-то факты. И слои аналогичны какой-то исторической ленте, которая развертывалась в каждой точке. Карта не соответствовала просто состоянию суши на тот момент, а несла сразу несколько слоев информации. Кое на каких даже была информация, где что купить. Такая хорошая локализация контента. В какой-то период карты стали более похожими на настоящие, но при этом они долгое время оставались неточными. До отсутствия эпохи какого-то спутникового позиционирования мы могли получить как неточную береговую линию северных, каких-то материков южных, вообще были никакого-то непонятного размера. В целом была серьезная проблема. Карты с какого-то периода очень сильно стали использоваться и в играх. Причем пользователям хотелось все больше реальности, все большего соответствия. Никого не устраивали выдуманные королевства. Всем хотелось играться на картах приближенных к реальным, таким образом воплощая, не знаю, свои какие-то неизбывные мечты, побыть королем какого-нибудь королевства, но желательно реального. И, конечно, карты могут быть реалистичными. Что может быть лучше карты ночного твиттера, как тихонько где-то вспыхивают такие вот огонечки, здесь что-то написали, здесь что-то. Все это очень интересно парсить, анализировать, и самое главное визуализировать. Но, конечно, карты являются лишь только частью геоприложений. Вообще, сами по себе геоприложения довольно специфичны, типа андроид-приложения. Как вообще определить, когда приложение стало уже слегка гео, или еще не совсем? На самом деле, самый первый признак, конечно, использование каких-то локационных данных, например, вашего пользователя. Причем карта идет дальше здесь как опция, вы можете подключить ее только если вам что-то нужно отобразить для пользователя. Если у вас появился геоконтент в вашем приложении, причем вы либо потребляете его, не знаю, в список ближайших магазинов, либо продуцируете, вы отправили твит с геометкой в твиттере, и все, вы уже практически пользуетесь геоприложением. Или вы совмещаете и то, и другое, то есть вы и потребляете какой-то геоконтент, и производите его. В общем, по-всячески следите в том самом несвязанном мире, про который говорили сегодня на кейноуте. Тем не менее, он становится довольно связанным, в первую очередь, за счет географии. Немножечко поговорим о деньгах. На самом деле, где здесь зарыты деньги, и мы просто от этого сможем очень аккуратно перейти к тому, какие фреймворки используются. Следите за руками. На самом деле, деньги скрыты в том, что если у вас было какое-то приложение, в котором был некий общий контент, какие-то товары не слишком привязаны к географии, какие-то игры не слишком привязаны к географии, какие-то, не знаю, задачки не слишком привязаны к географии, там учебник, справочник по истории. Он, конечно, уже слегка локализован, но, возможно, локализован недостаточно. То есть вы можете пойти дальше, работать с конкретными регионами, городами, перемещениями человека. Также стоит помнить, и в этой сфере это проявляется прежде всего, Если вы делали когда-то какие-то приложения, украли чьи-то картинки, можно чью-то музыку, все равно выкладывали в маркет, это до какого-то периода не мониторилось, то, к сожалению, с геоинформацией и с правами в этой области все обстоит намного серьезнее с самого начала. Даже у Гугла, Яндекса и прочих более мелких картографических онлайн-проектов мы можем увидеть, что они сами не являются собственниками тех географических данных, которыми располагают обычно только очень ничтожные части. Они сами умудряются покупать космоснимки у нас, например, у Роскосмоса и у НАСА для того, чтобы их оцифровывать. При этом они работают и с локальными геопоставщиками, например, у Гугла очень рано появилась плохая карта Петербурга, которую он, собственно, купил у плохого поставщика, но долгое время про это он и не знал, пока ему никто не жаловался. То есть никаких тысяч миллионов рисовальщиков, которые сидят по космоснимкам в этих компаниях, их нет. При этом, если вы попробуете строить приложение и никак не ознакомитесь с лицензией на использование конкретного фреймворка, вы, в принципе, не только в нашей стране, но и в любой другой можете огрести серьезные цифровые и судебные проблемы. Про это вот ниже будет чуть подробнее. Я не призываю вас повторить путь Гугла, но стоит вспомнить, не просто ведь так. Facebook и Google сейчас на перегонки запускают интернет детям Африки, полеты маленьких таких вот дрончиков, спутников, шариков и так далее, которые будут, дескать, поставлять интернет. На самом деле, я считаю, что это очень хорошая попытка отвязаться от локальных поставщиков географических данных. И здесь вот происходит такой полный цикл прибыли, полный цикл такого ревения. Вы строите какой-то популярный коммерческий сайт и вы платите Гуглу за использование его картографического продукта. Раз, кликнул цент. Потом вы, например, превышаете какие-то лимиты и вам нужна экстра мощность, а вы уже намертво привязались к картографическому продукту. Бац, уже снова несколько центов идет. Если вам нужны еще совсем другие экстра лимиты, вы можете купить Google Maps для бизнеса. Потом встроить себе рекламку. Причем в рекламе можно будет настроить какие-то серьезные локации. То есть вы можете показать что-то более таргетированное. И самое главное, пользователь благодаря картографическому продукту сможет как можно больше проводить времени в вашем приложении. А вот это время, оно довольно бесценно и тоже монетизируется разными способами. Какие есть слои данных, с которыми стоит работать? Во-первых, это медиа-контент с геометками. То есть это все начинает от каких-то дневников прослушивания музыки и так далее. Возможно, вы, идя по той же траектории в парке с утра или проезжая ту же велодорожку, кто же вел маршрут, хотите послушать ту же самую музыку, которая соответствует именно этому расположению. Такие сервисы уже тоже есть. Это различные места, адреса организации. Господи, Google Play для каждого города есть свой маленький дубльгиз, сделанный руками маленьких энтузиастов. Практически. Но вы возьмете любой город, там обязательно будет такая штука, справочник организации, какая-то карта, какая-то навигация. И люди делают. И по какой-то причине они даже коммерчески успешны. Ну, то есть обратите внимание на такой момент, если в вашем городе есть только дубльгиз, это тоже ваш шанс. Это, конечно же, вики-факты, привязанные к местности. Очень интересная вещь. Не все мобильные устройства позволяют, не все фреймворки, работать с так называемым типом активности. То есть идете ли вы, спите, стоите, бежите, не знаю, едете на велосипеде. На самом деле этот тип активности, он, вот как только вы научитесь его трекать и обрабатывать, вы сможете очень хорошо со всем этим работать. Конечно же, это индивидуальные треки. Пока не существует хорошего рынка индивидуальных треков, хотя каждый из людей собирает достаточное количество геоинформации. Порой даже, когда у вас ничего не включено, там GPS и так далее, на самом деле какой-то трек за вами ведется, например, по сотам каким-то и так далее. Все эти вещи телефонные компании, там, телеком и так далее, они как-то монетизируют. Люди тоже хотят монетизировать свои треки на самом деле, просто не знают как. Платформы хорошие нет. И, конечно же, после того, как вы стали человеком, который запустил успешное мобильное приложение, которое какие-то треки собирает, какую-то геоактивность, вы, конечно, все это можете интересно анализировать и уже выводы продавать. Это немножко про круг денег. Я надеюсь, я сейчас всех замотивировал, что денег тут дофига. Сейчас мы расскажем, как это конкретно все достигается. Но самое классное отрасль здесь, это, конечно же, показ. То есть самые таргетированные рекламы, ретаргетинг, все эти модные классные слова. На самом деле они не так важны. Важно обратить внимание, на каких простых факторах может здесь диждиться ваша платформа, которая эти данные агрегирует, анализирует. Конечно, это простые анкетные данные, но они могут быть не слишком точными, фальшивыми. Люди заполняют себе фальшивые адреса, фальшивые возраста, фальшивые полы и так далее. Это, конечно же, пользовательские лайки, которые чуть более искренне, они выражают какой-то интерес, одобрение и так далее. Но самое интересное, это географическая позиция. Очень мало людей, которые подкладывают себе в телефоны фальшивые треки, взламывают свои приложения, отсылают. Это довольно правдивая информация. Все мы помним такие известные статьи, что по трем точкам можно определить работа, дом, маятник, чуть ли не психологический профиль человека, где он живет и кто это такой. Но в некоторых, особенно небольших городах, это действительно правда. Немножко поговорим здесь о источниках данных, о источниках именно геоданных. Вот здесь тоже есть несколько способов, я призываю работать на самом деле со всеми источниками. Почему со всеми? Да потому что в маркете дофига приложений, которые, например, используют только GPS. Или используют только Wi-Fi. Или так называемый best known location, который не всегда достаточно хорош, не все лезут в его параметры, не все лезут в его настройки, запускают в OSX. Он чаще всего берет что-то Wi-Fiное и вы с этим живете. На самом деле источников несколько. Это и телефонные соты, это и GPS, это Wi-Fi и это ваши датчики. Не только акселерометр, это различные вещи, которые могут быть расставлены в помещении. Если все это интегрировать, те же iBeacon, может получиться очень-очень хорошо. Если говорить про конкретные алгоритмы, если в вашу задачу входит так или иначе работать с достоверностью данных, с их точностью, пожалуйста, погуглите по довольно простым словам. Это самый популярный алгоритм, вот эти вот сокращения, поиск позиций по телефонной соте, разница между временем прибытия и отбытия сигнала, напоминает эхолокацию. Спутник кидает в нас сигнал, принимает его обратно, замеряет разницу времени, несколько спутников так делают и так далее, можно вычислить ваше местоположение. Но там есть много разновидностей этих алгоритмов, ссылочки в принципе легко находятся на эти статьи по вот этим аббревиатурам. Одна из самых интересных вещей это совмещение холодного GPS сигнала с так называемым быстрым хорошим стартом. Напоминает наполнение вашего кэша, в котором ничего нет. Вы пробуете стартовать с некоторых базовых станций, тех самых телефонных сот. Некоторые алгоритмы и телефоны используют и этот способ. Обычно это очень хорошо. Почему стоит обратить внимание на эти алгоритмы не только на GPS? Да очевидно же, на самом деле GPS страшно жирает вашу батарею. Он менее точен, менее точен, чем например, GPS хорош, когда у вас ясное небо, опять же тоже не петербургский кейс. Когда у вас все хорошо, вы находитесь вне помещения, желательно там где-нибудь близко, но за городом, на какой-то ровной поверхности. При этом, как только вы уходите в помещение, как только вы уезжаете в туманный город или внезапно ночь, все становится сильно хуже. В помещениях вообще, вот рассказывали опять же на кейноуте, как вам определять вашу геопозицию с точностью до нескольких метров помещения. Конечно, GPS не поможет. Даже Wi-Fi не поможет, телефонная сота. Но вот при помощи датчиков и последнего сигнала, полученного без нового локейшн, вы можете точнее вычислять свое текущее местоположение. Самое главное, люди подключены ко всем вот этим вот LBS сервисам намного чаще. Они делают звонки чаще, они подключены к Wi-Fi чаще. Их можно корректно вычислять их местоположение, не знаю, на станции метро, введя их между вот этими Wi-Fi точками, подключаясь то к одной, то к другой, то к следующей. Для вас это может быть прозрачно, в смысле вы не видите, что подключаясь здесь к нескольким. На самом деле происходит переключение. Итак, немножко пролистнул вперед. Тут встают небольшие проблемы. Пока вы делаете приложение, которое работает на уровне города, вам не нужно слишком запариваться с сферической геометрией. Да, вы как-то работаете широтой-долготой, ужасаетесь первый раз, что почему же во всех фреймворках они перепутаны, почему широта это у нас Y, долгота это X, непонятно. Ладно, разобрались, что-то сделали, посчитали какие-то расстояния, особенно если вам недоступны какие-то лимиты для расчета роутинга, вы наверняка запрограммироваете эти формулы сами. Но проблема в том, что если вы хотите считать что-то на уровне хотя бы региона, какие-то перевозки, какая-то карта перевозок на уровне региона и так далее, подсчитывать какой-то слив топлива для автомашины или что-то в таком духе, такой типичный кейс автотранспортного бизнеса, наступает серьезная проблема. Вам нужно либо познакомиться с сферической геометрией, либо использовать уже чей-то готовый фреймворк, но вы должны в этом разбираться. Вы должны разбираться в проекциях, азимуте и всей этой такой околоастрономической теории, она довольно простая, но ее нужно знать. Также стоит понимать, что для работы на уровне города, региона или страны вам нужна совершенно разная точность координат. Понятно, что если вы определяете грузовые перевозки на уровне всей России, например, на уровне графа перевозок Российской Федерации, вам не нужна серьезная точность. Вам хватит GPS, даже GLONASS, даже в южном полушарии, никаких проблем нет. Но если, опять же, это действительно машины, которые передвигаются в помещении, работают с палетами, вам уже нужны какие-то датчики, какие-то i-биконы, какие-то Wi-Fi роутеры, желательно много. Также стоит обратить внимание, особенно для тех, кто увлекается визуализацией. Вы можете все это собрать, все эти данные очень хорошо, а потом перед вами станет вопрос выбора хорошей проекции. Все мы с детства привыкли к меркаторской проекции, я думаю, в том числе и наши заказчики тоже. На самом деле она не всегда эффективна в плане корректного отображения. Все мы знаем эти геодезические кривые полета самолетов и так далее. Все вот эти вот вопросы выбора проекции вы можете использовать дефолтную, но вспомнить полярные координаты и прочие вещи тоже придется. Можно сказать, математика, конечно, сложная штука, я не хочу все это учить, но тогда ваше приложение, скорее всего, будет некорректным, на какой-то серьезный бизнес уровень не зайдет. Если дальше, сейчас выдохнуть и перейти к мапс фреймворкам, я сейчас не буду показывать бешеного листинга кодов. На каждой страничке будет обязательно ссылка, например, на гитхаб, мои, не мои, еще какие-то. Там можно все переходить, потом смотреть, презентация сегодня будет. Я хочу сосредоточиться на идейном уровне выбором фреймворков для Android. Итак, это семейство довольно обширное, и здесь следует начинать именно с картографического семейства. В первую очередь, что нас волнует, это качество данных, это картография. У нас есть популярный проект, это, естественно, Google Maps, до недавнего времени, кстати, не столь хороший в России, это Яндекс.Мапс, который все любят, особенно в веб. Это Bing Maps, популярные в США, если кто-то работал с западным заказчиком, знают их странную приверженность к Bing Maps. И это, конечно, OpenStreetMaps, которые покрывают так или иначе весь мир, но имеют, соответственно, свои какие-то другие недостатки. Тем не менее, это какие-то самые большие именно поставщики картографической информации. При этом они же по большей части занимаются генерацией так называемых тайлов. Я не знаю, насколько вы работали сильно с этой концепцией или нет, но это те самые картиночки, квадратики, которые показываются на разном уровне зуммирования. Вот эти вот самые тайлы, они могут поставляться не обязательно кем-то из этих семейств. Про это чуть-чуть отдельно. Давайте попробуем выделить самые такие основные элементы, которые должны быть в уважающем себя API, картографическом API. Я сейчас не буду говорить конкретно про мобильный, про мобильный чуть позже. Это, конечно же, контролы. Были и такие картографические API на заре году в 11-м, в которых контролы приходилось пилить самому. Это очень увлекательное занятие для любителей от наследоваться от Vue и так далее, но все это не очень интересно. Это, конечно же, геокодинг. Это превращение как ваших координат в какие-то адреса, так и поиска по вашим адресам каких-то координат. Прямой и обратной. Вот эти две вещи довольно серьезные. Иногда они бывают отдельным сервисом, иногда они сходят в состав API. Но желательно, чтобы они были в вашей экосистеме. Это роутинг. И роутинг это очень серьезная фишка, причем по странному стечению обстоятельств очень много есть бесплатного роутинга, который не разрешает себя использовать в коммерческих целях. В коммерческих целях роутинг чаще всего и нужен. Это отнюдь не только такси. Это слои. И есть такие фреймворки, в которых почему-то только один лейер. Почему-то множество слоев не поддерживается. Считается, выведите все в один экран, потом, если что, перерисуете, пересадите снова. Ну, в общем, тоже не всем хорошо, если этого нет. Это поддержка жестов, потому что начинать работать со всеми своими пальчиками, получать все вот эти вот как в старину координаты, мой правый палец пошел туда, левый туда. Вот это тоже отдельное приключение, и если это есть в фреймворке, то сокращает ваши заботы. Это отображение пробок и публичного транспорта. Конечно, это весьма опционально и, скажем так, не везде хорошо работает. То есть во фреймворке это может не быть, а в локации, для которой вы это делаете, этого не будет. Вроде фреймворк хороший, а покрытие нехорошее. Так, начнем, конечно, с безусловного лидера, который произвел на свет андроид, он произвел на свет еще одно детище, довольно независимым способом. Но потом оно было, так сказать, и под андроидом. Была первая версия, я думаю, с которой многие работали. В ней были как свои плюсы, так и свои минусы. Геморрой с получением ключика и прочие-прочие вещи. Иногда не собирались hello world'ы, было много пример на эмуляторах. Потом вышла вторая версия, вторая версия была, конечно, сильно лучше, поддерживал 3D-рендеринг и опс, на некоторых старых планшетах и на некоторых старых, ну не на планшетах по большей части, на некоторых старых смартфонах, особенно версии 2.1, 2.2. Кто-то скажет, что их мало, но они есть, особенно в России. Но все появились проблемы с GL, с OpenGL нужной версии, все это перестало работать. Но, тем не менее, 3D-рендеринг классно, не везде есть. Это контроль жестов, это поддержка хорошая жестов из коробки, такая же классная, как на iOS, то есть все это можно делать. Это действительно самая лучшая поддержка и документация. Google вообще плохая поддержка во многих местах, но именно здесь она хорошая, сообщества по Maps очень хорошие. И документация такая, что вы можете брать ее в свой проект, копировать, вырезать какие-то куски, это будет очень-очень хорошая, качественная документация. Отдельно я поговорю про HitMap и Clustering. Это очень простая интеграция с Location API на ваших Android смартфонах, казалось бы. Могла быть и сложной, но да ладно. И это клевые демки. Вот там посылочки, клевые демки, опять же не буду сильно много показывать. Для любителей, отдельных любителей Google Maps есть еще отдельный Android API utility library. Как раз если вам нужны те самые HitMap, вот на предыдущем слайде, это тепловая карта Австралии, там какое-то событие, видимо, произошло. Вот эти вот красивые карты, которых можно задавать цвет, можно задавать густоту, работать с массивом точек, которые вы передаете туда. Вот это и есть HitMap. В веб-версиях они поддерживаются во многих фреймворках, но вот, к сожалению, под Android очень многие грешат. Вот как раз поддержка 3D-рендеринга во многом, кстати, помогла, хотя и опосредованно. Это так называемый marker icon customizing. Это вы можете свои иконочки вставлять. Опять же, в веб-версии все это было довольно легко. Вы определяете свой HTML, свои тивы, кладете куда надо. В Android до какого-то периода были определенные проблемы с этим или геморрой. Мне нравится на самом деле, что Google Maps поддерживает иконочную кастомизацию. Это кластеризация, когда у вас много-много меток, их нужно схлопнуть в одну. И при этом нужно отобразить тоже свою какую-то индивидуальную иконку. Это все есть в Google Maps. А также для отдельных нелюбителей сферической геометрии, как я уже сказал, есть расчет дистанций, площадей и еще некоторых небольших сферических фишечек. Это вот основные фичи вот этой библиотеки. Если вам какие-то из них нужны, она довольно просто подрубается. Как же подрубить Google Maps, я думаю, многие знают. Но с недавнего времени появился замечательный просто template project в Android Studio. Его так долго не хватало. Особенно, когда объясняешь студентам, говоришь, вот там, не надо вот эту всю старую инструкцию читать, иди создай простой проект, он идет и создает. Получать ключ тоже намного лучше, чем пару лет назад. Заходишь в консоль, двигаешь ползунок, генерируешь ключ и так далее. Хороший экземпляр, как я уже говорил, но я считаю, что дебаг на виртуальных девайсах, это мое личное мнение, картографических, с поддержкой OpenGL, с подкладыванием географических координат. Вот реальный девайс это то, что подходит. К сожалению, эмулятор требует таких неэпических затрат по памяти, по графике и так далее, которых часто компьютер-разработчиков просто не выносит. Ведь все это запускается в какой-то отдельной виртуалочке, в этой виртуалочке должна быть еще полноценная графика. Все, кто пытались разрабатывать на виртуалках, знают, что есть определенные проблемы с OpenGL. Если же вы все-таки выбрали свое устройство, до недавнего времени надо было еще и патчить так или иначе стандартные Google Play services, которые поставляются, нужно было ставить еще свои АПКшечки. Но сейчас периодически, особенно с версии 5.0, таких проблем стало вылазить сильно меньше. Но опять же, если у вас что-то не запустилось, вам чего-то не хватило. Итак, Bing Maps SDK. Очень интересный и очень старый SDK. Вообще производился еще для Android-девайсов 2.x. При этом для третьих и четвертых выпускать не стали. Точнее как? Ну, наверное, оно сработает, сказали нам в документации. Действительно, на некоторых таблетах с третьей версии это запускается. И даже на 4.1 у меня на каком-то запускалось. Но периодически вылазят всякие баги, не появляется карта, и просто приложение, ой, простите, крашится. Так что, если вы поддержите по какой-то причине девайсы второй степени, у вас есть какой-то бизнес, в котором все курьеры это все получили, и при этом они все сядут в США, в США технику не быстро обновляют, на самом деле хороший кейс. У них есть самые классные космоснимки из космоса. Если вы делаете какую-то игрушку, там, не знаю, где герои опять же играют на территории штатов, или не обязательно штатов, там, Мексики, вот, и они как-то бегают по космоснимкам, вот это очень хороший кейс. Покрытие в США изумительное. OpenStreetMaps не сравнится с Bing Maps. Они поддерживают геокодинг, обратный геокодинг и роутинг. Это интересно. Яндекс.Мап.Кит. Большая больная боль всех, я думаю, андроид-разработчиков, кто пытался так или иначе внедрить Яндекс. Сам, конечно, Яндекс как продукт прекрасен. У него прекрасное покрытие в России и резкое обрубание всего за границами бывшего Советского Союза. Ну, пускай. У вас бизнес на территории России. Он очень красивый подойдет. За что-то не любит андроид. Ребята очень давно выпустили версию 1, и потом как-то не выпустили версию 2. И год так с 12-го, по-моему, они ее так и не выпустили. Говорят, мало разработчиков. Уже бы дали людям пишечку, они бы уже выпустили. Очень сильно все хотят, но вот нет. Нет прямого геокодинга. Даже в старой версии. Может, в новой бы появилось, но мы не будем говорить о новой, потому что даже дизайн документа о новой я никакого не видел. По крайней мере, пару месяцев назад. Чем было хорошо? Вы можете попробовать использовать извращенным способом. Есть же те, кто очень сильно любит делать джаваскриптовые приложения. Да, у себя там, чтобы вебью показывать и так далее. Наверняка есть. Вот там Яндекс.Карты подрубятся хорошо. И они будут хороши тем, что у них нет каких-то особых лимитов. Вы можете очень-очень-очень-очень много информации и подсосать таким образом, и как-то с ней поработать. Это здорово. Пока не закрыли. Но при этом на геокодинг у них уже есть лимиты. На тот самый, у которого нет прямого геокодинга. OS Android. Замечательная библиотека. Я сейчас буду про нее много и красиво рассказывать. Вообще у нее большая и больная история. Это была библиотечка, которая должна была поддерживать для нас OSом карты. Очень долгое время ее разработка велась где-то чуть ли не в конце нулевых. Потом было огромное затишье. Я не заходил на OS Android, когда у него форкнулся, что-то попытался сделать. Я не заходил туда много лет. Вот, зашел. И смотрю. Боже, я зашел туда в начале 2014 года. Туда пошли коммиты. Какие-то люди перехватили инициативу, причем даже один из них был один из первых разработчиков. Они начали коммитить, исправлять фиксы, которые люди накидали за пару лет. И все это так вот по возрастающей идет, что сейчас OS Android это такая приличная Android библиотечка, которая работает с OSом картами, имеет несколько хороших вещей. Но баги есть. Коммерческие вещи на ней я бы не стал делать. Особенно если вы там очень сильно дрожите за баги. Но не коммерчески уже можно делать. Покрытие классное. Это у продукта. Разрабатывается комьюнити, как я тебе сказал. И тут что здорово. Вы, как и я, в свое время можете попробовать форкнуться. От этой версии уже намного интереснее форкаться. И полностью контролировать код. То есть вы можете у себя быстрее закрыть баги и использовать пропатченную библиотеку. Здорово. Нет роудинга и пробок. Ну, потому что в OSом вообще долгое время были с этим проблемы. Сейчас в OSом что-то начинает появляться. Какой-то роудинг. Ну, пока еще не сильно пробочки. Но проблема роудинга, она вообще решается отдельно. Это роудинг по какому-то дорожному графу. Можно поднять свой отдельный рядом сервер и предоставлять роудинг самому себе, так сказать, через какой-то рест. А самая классная вещь. Вы можете создать, например, в SQLite базу. Так называемый шматок оффлайн карт. Через вот эту утилиту Mobile Atlas Creator, доступную по ссылке, вы просто вырежете себе нужный кусочек, приотачите и ваше приложение будет распространяться с оффлайн картами. Очень многие взлетевшие на OSом приложения, они очень сильно помогали вот этой утилите. Она сейчас работает весьма прилично. Как же построить вот это OSом приложение? Чуть-чуть сложнее. Темплейт проекта пока нет в Android Studio. Жаль. Вы добавляете указанные по ссылке OS-Android библиотечки, свой класс паф. Нет, вообще есть путь. Вы мавинизируете свой проект, делаете возможность такой сборки, но многие так не делают, поэтому я оставлю этот пока путь. Обязательно подключайте вот эту библиотечку для логирования, потому что без нее все падает по непонятным причинам. Подрубайте свое приложение, свой лаяут MapView. Очень похоже на гугловый MapView. Вообще, OS-Android очень сильно пытается закрыть все вопросы интерфейса Google Maps SDK, но только первой версии, потому что разработка началась давно, когда была только первая версия. Они пока вот работают с этим интерфейсом. Вы добавляете простые permission в манифест, стандартные там все, всем известные permission. Если вам нужно, вы можете даже переопределить, откуда вы будете получать тайл. Хотите от себя, хотите с какого-то конкретного сервера, хотите еще откуда-то, хотите стандартные, хотите гугловый попробовать подложить. Опять же, на хабре была статья, где кто-то попробовал подложить гугловые тайлы, но, возможно, это немного ата-та. Ну, то есть, я не буду здесь спорить, надо исследовать гугловую лицензию на вопрос, а можно ли взять ваши тайлы вот в такое приложение. То есть, возможно, вы все равно упрете все лимиты, забирая тайлы, но каким-то другим способом. Ну, если все это не работает, вот по ссылке простой пример из гигапчика, как это все запустить. Но это было бы не все, ведь это же сообщество, они сделали еще кучу библиотек. Есть еще такая штучка, как MapQuest. Это вообще отдельная компания, отдельно работает с картами. У них есть классная модерновая JavaScript API, опять же, для тех, кто собирает JavaScript-овое приложение. И очень древний Android SDK, последний пост от 12-го года. И оно работает удивительным образом, работает, но не всегда. Вот, опять же, на некоторых типах устройств, особенно на некоторых самсунговских новых Galaxy были проблемы. При этом там есть геокодинг, роудинг, трафик, все это есть. И более того, это все даже поставляется плагинами популярной библиотечки Leaflet. Если кто-то работал с картами, опять же, веби с осмовскими, то вы наверняка использовали эту JavaScript-овую библиотеку. Вы можете, вот там нет вот этого всего, нет геокодинга, роудинга и трафика. Можете подрубить эти плагины, но, к сожалению, для этого придется получать ключик. То есть простые фичи, типа карты, можно было получать без ключа. Понятно, что вот те запросы, если вы сейчас, не знаю, начнете всем предоставлять онлайн роудинг, на самом деле не имея своих серверов, а гоняя запросы к кому-то, вы его нагреете, его сервера. И, конечно, он потребует с вас плату, к сожалению, это вот так. Есть Mapbox, просто замечательная компания, если я не ошибаюсь, именно ее сотрудники очень сильно помогают развитию Leaflet. Это Fork, OsAndroid, из времен довольно печальных. То есть, по-моему, это начало, там, конец 13-го, начало 14-го, как раз они не выдержали этой заброшенности этого проекта. Forkнулись и вырезали все нехорошее. Нехорошее было это ограниченная поддержка JSON-подобных форматов. GeoJSON, TileJSON, все поддерживается. Они вырезали, наконец-то, этот дебильный способ обращения с координатами. Вы больше не гоняете числократные миллион туда в этом старом ISO-шном формате. Работайте нормальным дабловым числом. Это просто здорово. Они разделили все на маленькие модули, каждый из которых можно отдельно загружать. То есть, вам нужна только карта, вам нужен только роут. Все это по отдельности можно загружать. Она бесплатна для 50 тысяч просмотров в месяц. Одна загрузка, по-моему, равна подгрузке 15 тайлов. Если вы будете все время на низком зуме грузить, то тайлов будет намного больше, конечно, уходить. При этом ключик получается легко. Я специально недавно еще раз с нуля прошелся зарегался, ничего не изменилось. Получаете ключик, используйте, потом привязываете карточку, как обычно платите. Опять же, они все выложили на гитхаб. Вы можете на самом деле забрать их код, развернуть свой сервис со своими тайлами, роутингом и работать. Причем это будет уже пропатчено с Android. Ох, перелистнул вперед. Я много говорил о том, что можно развернуть свой тайловый сервер. И окей, мы не хотим платить никому денег по ключу. Итак, домашний Awesome Server. То, что нужно. Я еще буквально расскажу. Вот эти вот уровни, они соответствуют уровням зуммирования. Когда вы входите в карту, может быть, кто-то когда-то, знаете, походил в карте в Google Maps, потом отрубился интернет, вы начали зуммировать, а там квадратики-то не лучше становятся, потому что у вас закешировался тайл только какого-то на уровне. Плиточка вот эта вот на одном уровне. На самом деле сервер что делает? Вот там хранятся данные. Он нагенерировал таких плиточек для каждого уровня. В зависимости от вашего вопроса, квадратика и так далее, посылать запрос на сервер, он вам нужные картиночки отдает. Вы перезумировались, отошли на уровень выше, он вам отдал картиночку одну вместо там четырех и так далее. Все это обычно идет по степеням четверки. То есть четыре квадратика на верхнем уровне и так далее, ниже, ниже, ниже. Как такую красоту развернуть? Наверное, просто. Нет, это архитектура этого проекта. Лежащая, блин, картинка, нет, достаточно большая. Внизу, естественно, лежит ваш какой-то шикарный бэкэнд, развернутый в PostgreSQL. Вы должны знать и уметь общаться с полгисом, будет много рутинной работы. Там доступно какой-то API. То есть уже все есть из коробки. Вам нужно просто проследовать инструкции, просто нужно потом понимать, как эта вся штука вращается. Все поставщики, кстати, тайлов, они обычно с этим сервером работают. Потом где-то вы скачали дамп планеты, то есть там штуку размером в пару терабайт, сырых XML или еще чего-то. Потом вы запускаете утилитку, которая либо, если вам нужны тайлы только России, вырезает Россию или там вырезает какую-то другую область. Дальше запускается утилитка, которая как комбайнер рендерит эти самые тайлы по XML. Потом поднимается какой-нибудь Ruby REST и так далее и тому подобное. На самом деле уровней очень много. Тот же Leaflet тоже лазит в такой вот сервер. Вы понимаете, когда на самом деле вы кому-то посылаете свой запрос, потом ругаетесь, что карта не приходит. А такое бывает, особенно у опенсорсных каких-то приложений. Вы знаете, у них просто серверок вот такой вот глючит, что где-то сигнал не доходит. Что нужно, опять же, какие утилиты, основные компоненты. Я сказал уже Postgres, замечательная утилитка, которая OSM перегоняет в Postgres, то есть тот сырой XML перегоняет в табличечки. Потом замечательная штука с названием Mapnik, она рендерит по вашим OSM Data и уже из Postgres вот эти вот квадратики. Немножко Ruby магии. Не нужно ее особо знать, главное уметь собрать приложение под Ruby, оно готовое. Это отдельный вопрос, где вы будете хранить сграбленные данные с OSM и вот простое руководство, доступное по ссылке. Такой момент. Как я уже говорил, есть большая проблема с тем, что когда вы отрубились от интернета, вы должны показывать какую-то карту товарищу. Как я уже сказал, есть несколько способов. Некоторые фреймворки предлагают, слушай, пользователь сам должен что-то кешировать. Там Google Maps или Яндекс и так далее. Пусть он себе хранит там. И там карты такое интересное количество места занимают, сколько не занимают почему-то тайлы, например, от OSM. Я до сих пор офигею, на самом деле, от гугловых кэшей и Яндексовских кэшей. Не самый эффективный способ. Способ забить память вашего смартфона, вашу карточку, несчастные влитые 16 гигабайт и так далее. Не советую. Поэтому лучше работать с утилитками или SQLite базами, которые можно так или иначе предложить пользователю дополнительно докачать, если ему реально нужны оффлайн-карты. Обычно он добирается до хорошего Wi-Fi, скачивает эту карту, нужные уровни детализации, все. Все довольны, на самом деле. Итак, я немножко подытожу вот эту часть доклада. То есть еще раз. Простое быстрое руководство. Что же вам выбрать, если вы мобильный разработчик, которому нужно подрубить карты? Если вы работаете на US Company, вам нужны Bing Maps, безусловно. Особенно, если у вас старые девайсы. Если вы транснациональная компания, не думайте, подрубайте Google Maps, платите потом вам деньги. Если вы русская компания, которая работает на территории бывшего Советского Союза, вам очень интересно поработать с нерезво запускающейся библиотечкой от Яндекса, Яндекс.Мап.Кит. Особенно, если вам нужен iOS Client, вы идете Яндекс.Мап.Кит, неплохой. Если вам нужны какие-то специальные тайлы или вам нужны собственные данные, тут огромный, как я уже сказал, выбор ОСМ библиотек. Причем можно все это выбирать и так далее. Если вы при этом хотите тюнингованный, open source, тот самый, выбирайте Mapbox. Просто заходите, смотрите их код и что нужно копируйте себе. Они не сильно против. Если вам нужно поиграться с замечательной картой от Nokia, тут, наверное, нет товарищей из Финляндии, под названием HeriMaps, но они очень классные и соответствуют своему названию. Иногда запускаются на Nokia. Итак, закрыли вот этот вот раунд. Сейчас все поняли все про фреймворки. Мы сейчас перейдем немножко к так называемым популярным кейсам. Сейчас прозвучат скорее что-то вроде призывов к вам. Мне и моим друзьям, родителям, родственникам и так далее жестко не хватает этих приложений. Прошу, сделайте. Сейчас расскажу каких. Нет, каких-то хватает, но этих нет. Итак, самое первое. Не то, чтобы мне не хватало чекининга. Вообще я скорее удивлен, как так. Кто бы мог подумать 7 лет назад или 8, что вот такая простая установка метки на карту может вообще быть монетизируемой и так далее. На самом деле не хватает здорового чекининга, который будет производиться без заполнения каких-то очень-очень-очень сложных правил и так далее. Но это самый простой кейс, он должен лежать просто в основе всего. Если ваше кио-приложение не предоставляет ту или иную разновидность чекина, скорее всего оно не будет слишком общительным, как бы это сказать. Это, конечно, так называемая локальная торговля. Это просто сейчас бум и пик, особенно в городах, где есть огромные моллы, огромного размера и так далее. Или, например, торговые улицы вроде идеального арбата в потусторонней вселенной, в котором продавались бы нормальные товары. Вы идете и в зависимости от того, где вы проходите, вам приходит интересная и соответствующая вам, а не какая-нибудь просто так, пуш-нотификация на ваш телефон или просто какое-то уведомление, да, о том, что вот здесь есть товар, очень сильно к вам подходящий. Проблема в том, что они не сильно таргетируются именно на вас. Они просто шлют всем в округе, кто прошел где-то мимо. Это ужасно. Потом это, конечно, следующее поколение игр. Недаром тот же Google быстро очень сильно запилил себе поддержку 3D и Awesome старается в некоторых вариантах сделать даже 3D. Это игры, которые проходят на какой-то поверхности, аналогично географической. Кто играл в Ingress, он, я думаю, прочувствовал. На самом деле, кто играл в Ingress? Есть такие? Есть! Вот. Вы встретили кого-нибудь интересного в оффлайне, хочу вас спросить. Это такая игра, которая заставляет людей на улице просто бегать. Заглядывая в смартфон, но знакомиться. Вот вы кого-нибудь интересного встретили в оффлайне? Никого. Плохо. Я, когда бегал в Сибири, я познакомился с кучей, на самом деле, интересных людей в соседних городах. Не только с медведями, но на самом деле с людьми тоже. Дело в том, что нам приходилось встречаться на улице. Мы такие, странные люди ходят, смотрят смартфоны. У них какие-то странные магические карты, какие-то точки захватывают и так далее. Потом, а, так ты синий или красный? Ну, вот примерно такого рода диалоги происходят. Потом вы все идете вместе в какой-то бар. И что получилось? Игра, который был хороший географически продуманный аспект, вытащила в оффлайн кучу людей на самом деле. И сделала с ними в оффлайне то, чего они хотели сделать в онлайне, но там никак не получалось. Познакомиться. Вот. И это отдельный аспект. Естественно, очень сильно не хватает корректной, опять же, такой штуки. Все вы наверняка, мобильные разработчики, хоть раз делали свой таск-менеджер. Не хватает хороших географически ориентированных таск-менеджеров. Есть какие-то попытки и пародии в Google Play, или есть отдельные фичи известных таск-менеджеров. Но из-за перегруженности вот этих таск-менеджеров очень сложно с ними работать. Когда вы проходите вдоль какой-то, как я уже сказал, постоянной траектории, хочется получать, опять же, уведомления, напоминания, автоматические отмены дел, которые с вами произошли или нет. Причем хотелось бы, чтобы даже по вашей активности, например, я сделал утреннюю пробежку в течение часа. Мне сказали, слушай, дружок, ты сделал ее в течение часа, обещал в течение двух. А-та-та, вот тебе штраф. Сегодня не пойдешь куда-то вечером. Вот. Ну, например, какие-то такие вещи. Их очень сильно не хватает. Отдельный важный кейс. Я даже, если вы не Google и Яндекс, на самом деле вам могут быть доступны через различные API и так далее, информация о том, что ищут люди в каком-то конкретном месте. А вот то, что ищут люди в каком-то конкретном месте, это, скорее всего, в этом месте им и нужно. Нужно попробовать стать этой прослойкой, которая им в этом месте это и предоставит. На самом деле анализ поисковых запросов, в том числе и в ваших мобильных приложений геоориентированных. Если следить за активностью пользователя, что он искал в каком-то местоположении, эта информация будет довольно ценной. Потому что, когда люди у себя дома ищут веб-браузере, это не так интересно. У них другого рода интересы. Они такие костюм одели, все, и сели искать в веб-браузере. Не так на бегу, как это происходит, когда вы бегаете с мобильником. И самое главное, это корректный, корректный географический, журнализм я назвал это словом, на самом деле корректные географические СМИ, корректные агрегаторы и так далее. Опять же, это все идет от той идеи про правильное таргетирование. Нам всем не хватает возможности получать релевантные вашему географическому профилю новости. Я приведу пример. Если вы, например, рабочий, который эмигрирует из солнечного Ташкента на какие-то работы в Москву или в Санкт-Петербург, вы не просто сидите в Ташкенте, не просто сидите в Москве, вам не нужно подсказывать просто московские новости, просто ташкентские. У вас есть какой-то географический профиль, с ним надо работать, показывать соответствующие новости. Вы можете воежировать в течение одного маленького треугольника в вашем городе и никогда не выбираться в центр. Например, вы живете в Шушарах, вы работаете в Шушарах, никогда не ездите в центр. Зачем мне показывают о том, что пройдет какой-то карнавал по центральной улице? Я никогда на него не попаду. Показывай мне другие новости. Ну, вот такого рода вещи. Но при этом очень важно не перелокализовать. Если сегодня человек провел весь день дома, не надо показывать ему, что у него в доме, там, не знаю, скушали собачку или что-нибудь еще. Ну, вы поняли меня, надеюсь. Итак, я надеюсь, мой призыв был услышан. Наша страна, в которой еще поле не паханное, особенно размеров, страны, географии, а тем более нормальных геолокационных приложений, во всех вас нуждается на самом деле. Вы должны знать свои кейсы, знать свои данные и из этого корректно выбирать ваш фреймворк, а не огульно идти и выбирать первый попавшийся. Самое главное не перелокализовать ваше приложение. Если вы просто надоедите своему пользователю, проставь чекин, здесь отметь свое местоположение, а разреши свое местоположение. Слушай, а вот твой друг Сеня, живущий в этом же подъезде, я следил, кстати, за тобой, делает то-то. Это надо все делать незаметней, тоньше. И самое главное, доставайте своих пользователей, заставляйте их двигаться в реальной жизни. Они, во-первых, похудеют, познакомятся, им будет счастья. Они будут благодарны, кстати, именно вам. Вашу рекламу больше посмотрят и так далее. Итак, на этом часть моего доклада завершается. У меня буквально еще небольшое микрообъявление. После него просто будет, наверное, время на вопросы. Будет еще у нас пять минуточек. Я буквально хотел, мне организаторы разрешили так немножко проэкламировать. Я призываю всех сегодня, после моего доклада, будет один кофебрейк и второй кофебрейк. Если кому-то интересно, условно говоря, тема андроида и облачков в широком смысле этого слова, не только гугловых, там, Amazon Clouds и так далее. В общем, когда в вашем андроид-приложении есть еще небольшой бэкэндик, в общем, если вам интересно на эту тему общаться, контрибьютить, говорить, я буду сидеть где-то в спикерской зоне сегодня на двух кофебрейках. Приходите. Не знаю, что из этого получится. Вот мне просто захотелось такого какого-то специфического андроид и клауд-общения. Поговорим о каких-то типичных моделях и так далее и тому подобное. Также, если вы увлекаетесь там Android Wear, Smart TV, все это в кассу. Если вы пишете на Dart приложение под андроид, все это очень интересно. Приходите, давайте общаться и вместе делать еще одно петербургское комьюнити. Итак, теперь я действительно завершил свой доклад. Теперь, если есть вопросы, давайте вопросы. Не забываем, что вопросы мы задаем в микрофон. Вообще работает? Раз, раз. Меня слышно? Да. Сейчас. Здравствуйте. Здравствуйте. Раз, раз. Там аномальная зона. Спасибо за ваш доклад. Хотелось бы узнать такую вещь. Можно ли в Google Maps SDK хранить оффлайн тайлы помимо каширования? Потому что, как я читал, лицензию они запрещают стать диплом. Да, запрещают. Да, можно. Но не хороший способ. Можно не их иногда тайлы. То есть можно использовать их движок. Я просто дополню буквально. У них действительно классная библиотечка и классно это. Можно использовать чужие тайлы. Они вроде бы не запрещают именно, они запрещают свои тайлы, но про чужие вот там такая сложная оговорочка. Они часто апдейтят этот раздел про тайлы. Вот надо почитать. Возможно, могут подключить чужие. Вот те же основские. Еще вопрос? Еще раз спасибо за доклад. Могли бы прокомментировать какие-то ограничения, которые накладывают те или иные карты и по стоимости? Ну, так как я, слава богу, ничего не продаю, я прокомментировать могу на основе своего личного опыта. Сейчас очень быстренько. Гугловые карты. У них относительно неплохой лимит. То есть, короче, приложение локальное для вашего города, например, вы бы сделали приложение с каким-то там своим автотранспортом и еще чем-то, но долго не вылезли за эти лимиты. Ну, если в городе до миллиона человек. Я, к примеру, говорю, да, или там автотранспорт одного района Петербурга тоже вполне релевантен. Потом они, у них по-разному все происходит, но самое выгодное было купить, на мой взгляд, их бизнесовое API, вот, которое сильно отодвигает лимиты, они становятся по сниженной цене. Там есть вопросы с регистрацией. Но Google, наверное, самый такой дорогой, но у него очень прозрачная модель монетизации. В личном кабинете все корректно трекается, ну, там, как в всех этих амазоновских гугловых кабинетиках, там все красиво. Сейчас скажу про остальных. В Bing Maps я не разобрался, я у них платного ничего не пробовал. Яндекс.Мапкит, я никогда им не платил за геокодинг, вот, он мне был не нужен. Я считаю, ужасное ограничение по количеству запросов. Они, конечно, их можно съесть и за 5 минут, вот эти все запросы. В сутки это просто очень мало, если ваши пользователи превращают, ну, в ходе работы вашего приложения хотя бы один пользователь один раз превращает какой-то адрес в координаты, он это наверняка делает, если это какой-то поиск или еще что-то. Проще поднять свой сервак для геокодинга, почти всегда проще поднять свой сервак. Вот, сейчас скажу, MapQuest, MapQuest показался мне самым неадекватно дорогим, если честно, но у него отличия, если вы хотите альтернативные вот эти вот фичи, не обязательно. Гугловый роутинг и пробки до недавнего времени, опять же, вот, пока в России были плохи, MapQuest можно было бы использовать именно под Android. И MapBox довольно дешев, ну, то есть 50k view в месяц, опять же, неплохое количество, плюс это не значит, что он там одну плиточку, это 50 загрузок карты, причем ваш пользователь хорошо так загрузил карту, сидит, не елозит, это все еще один view. Вот это довольно удобно. Ну, в смысле, нам нужно экспериментировать. Если он, не дай бог, у вас все время меняются размеры, все время зумятся, ну, может быть, происходят новые свежие запросы. Я не знаю, насколько точно ответил, я немножко в сторону ушел. Был еще вопрос? По... Ну, хорошо, давайте так. 50 тысяч есть, по-моему, помало. Не говори без микрофона. Давай услышимся. Я согласен. Тысяча пользователей 50 раз в месяц? Если пользователи один раз в сутки заходят и тысяча пользователей, какая-то локальная вещь для вашего города, небольшого города, да, вполне ок. Вот. Но, да, потом есть вопрос. Просто, по-моему, расценки у них были пониже, чем у товарищей. Я Mapbox использовал бы одним простым способом. Я взял бы GitHub, посмотрел бы на него, взял бы их код и поднимал бы свои сервера. То есть в этой ситуации. Но иногда, вот, из всего этого, когда у вас нет времени разработчика и так далее поднимать свой сам сервер, это все-таки геморрой. Проще всего бы, по-моему, заплатить Google просто из-за инфраструктуры. Вот с этой точки зрения. Да. Есть еще вопрос? Вопрос, собственно, по тайлам. Насколько я помню, знаю у Google, доступ к тайлам просто по прямой ссылке без использования Pique. Насколько можно использовать таким способом в угловские тайлы? Я старался всегда никаким незаконным способом угловские тайлы не использовать. У нас еще и в трансляции пишут. Никогда не использовал незаконным способом я в угловские тайлы. Нельзя их. Нельзя. Спасибо. Я видел еще, где-то рука была. Нет? После просто вопроса в ответ по прямую трансляцию рука исчезла. Итак, я тогда все, наверное. Да, поблагодарим докладчика. Спасибо. 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 Спасибо.